Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязальня, где мы обучаем стремительное освоение абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас мы с вами свяжем вот такую очаровательную подушку из прямоугольников. Подушку будем вязать вот на такую табуретку. Представим, что это у меня табуретка. На нее мне нужно связать накидку, сидушку. Измеряю ширину. Ширина у меня 15 сантиметров. Значит, моя задача рассчитать подушку так, чтобы она была максимально приближена по размеру к этой воображаемой табуретке. Как я считаю, у меня будет 5 клиньев, для того, чтобы ровненько все это разлеглось. И длина клина. Клин будет представлять собой вот такой вот прямоугольник. Если у меня ширина табуретки 15, значит высота клина будет 5. То есть, ширина табуретки делим на 3. 15 делить на 3 равно 5. Значит, вот ширина табуретки 5. И каждая из вот этих частей это квадратик. 5, 5, 5. То есть, ширина одного клина в итоге. 5 на 15. Вот. Очень просто рассчитывается. Всего лишь мы нашу табуретку делим на 3. Все, какой бы ширина она ни была. И получается, что ширина одного клина четко равна длине табуретки. Ширине. Вернее, ширине длины вот табуреточки. И высота клина 1,3. У меня 5 клиньев. И располагаться они будут... Свяжем их единым полотном. И располагаться они у нас будут один над другим. То есть, давайте... Один клинь. Шириной 5 на 15. Вот так вот делим на 3. Второй клинь. Третий клинь. Четвертый клинь. Они все одного размера. И пятый клинь. Вот это схема подушки. Причем 5,5. Вот. И здесь. 5,5. То же самое с этой стороны. На 5 мы уменьшаем. На 5 увеличиваем. 5,5. То есть, везде у меня ширина и высота клина одинаковая. Ширина закрываемой и открываемой части. То есть, каждый раз мы все это вяжем единым полотном, но сдвигаем на 5 сантиметров. То есть, мы связали первый прямоугольник. 5 сантиметров закрыли. Открыли с другой стороны. Опять вяжем такой же прямоугольник. 5 на 15. Провязали 5 сантиметров. 5 сантиметров закрыли. 5 открыли с другой стороны. Провязали 5 сантиметров высоты. Это единое полотно будет. Начнем мы его с помогательной ниткой. И с помогательной ниткой. И закончим. Давайте красненьким, чтобы видно было. Сошьем горизонтальным трикотажным швом. У нас получится единое полотно без шва. То есть, шва на этой подушке по бокам не будет. После этого мы с вами сошьем уголки. Набьем нашу подушку. Зашьем последний уголок, через который будем выворачивать и набивать. И просто простегаем подушку в нескольких местах, чтобы она не ходила. К части не ходили одна относительно другой. Все. Провязывать будем без отделки край. Каждый раз открывать и закрывать будем на бросовую нить, для того, чтобы у меня были хорошие открытые петли. За них сшивать удобнее, чем за закрытый край. Будет аккуратнее смотреться. Собственно, все. То есть, мы начинаем открытые петли. Провязываем 5 см. 5 закрываем, 5 открываем. Везде, везде у меня открытые петли. Везде бросовая нить. Теперь давайте рассчитаем нашу подушку. По ширине и высоте. У меня в 1 см 2,5 петли и 4 ряда. Это петельная проба на 6 плотности. 5 и 4,20. То есть, у меня 20 рядов. И 15 умножаем на 2,5 равно 37,5. Пускай будет 38. И 38 петель. 5 см это сколько? 5 умножить на 2,5 равно 12,5. 12 петель. 12,20,38. Итого. Всего 38 петель. 20 рядов. И 12 петель здесь. И мы на 12 петель каждый раз увеличиваем наше вязание. Собственно, вот такая вот схема вязания нашей подушки. Теперь еще такой очень важный момент. Если вязать вы будете просто половками, кулиркой, то этот расчет подойдет. Я буду вязать с отделкой фангами. Фанги сужают полотно. То есть, количество рядов. У меня в квадратике 6 рядов. Но 6 рядов фанга вовсе не соответствуют 6 рядам кулирки. Поэтому я провязала вот такой вот образец. Посмотреть, на какое количество рядов у меня соответствует вот это вот вязание. Выяснилось, что ровно 5 см получается при вязании вот таким вот способом. Значит, я вяжу 8 рядов кулирка, 2 ряда белый, 6 рядов фанг, 2 ряда белый и 8 рядов красная кулирка. Вот таким вот способом я буду вязать мое изделие. Беру машинку, 38 петелек набираю. Ну, можно 38-40 чуть-чуть подлиннее. Это тоже, наверное, не страшно. Пускай будет 40 для ровного счета. Это только для того, чтобы было легче набирать. Вот 40 проще набрать, чем 38. По крайней мере, четко видна граница. Только ради этого. И потом, если она будет чуть-чуть длиннее, это будет лучше, чем она будет чуть-чуть короче. Итак, вот схема вязания подушки. Беру машинку, набираю 38 или 40 петель на вспомогательную ниточку. После чего один ряд катушечной ниткой, для того, чтобы у меня были хорошие открытые петли. И провязываю 20 рядов либо кулиркой, либо, вот как я уже нарисовала, схему для себя. Это схема для моего вязания. Если вы вяжете как-то по-другому, вы обязательно делайте пробник, обязательно делайте образец расчетный. Потому что по чужим меркам нельзя вязать ничего. Даже такие простые вещи, как подушка, которые, в общем-то, не требуют какого-то сложного расчета и посадки по четким размерам. Итак, обязательно пробник, обязательно петельная проба, обязательно пробник узора. И вот такой вот расчет мы с вами делаем и вяжем. Итак, я провязала вспомогательной ниткой несколько рядочков. На любой машинке мы делаем вот так вот делаем. То есть нам нужны хорошие открытые петли. После этого я провязала один ряд катушечной ниткой. Катушечная нитка, которая не рвется руками. И, видите, хорошо вот так вот рвет руку, но не рвется сама. Это лавсан, обычная катушка, лавсановая нитка. 8 рядов. Вот как я уже посмотрела по своему расчету обычной кулиркой. Беру контрастный цвет, у меня серенький. Провязываю 2 ряда. Можно 1, можно 2. Смотрите, если провязать 1, будут немножко потоньше нитки. Ну, совсем будет тонкая-тонкая ниточка и будет вообще незаметно. 2 ряда. Завязали узелок, чтобы потом этим не заниматься, потому что узелки будут болтаться и придется нам все равно их завязывать. 2 ряда провязали, теперь вывязываем сам фанк. Вот эти вот шишечки. У меня линейка 1 к 3. Оптом выдвигаю иголки. Линейками пользоваться гораздо удобнее, просто потому что не ошибетесь. Если вы будете каждый раз вот так руками высчитывать, ошибетесь обязательно. Это уже проверено, перепроверено. Иглы в переднее положение через определенное количество, как угодно. Можно делать пошире, поуже, можно вообще через один, через одну иглу. Как хотите, значения не имеет. Будет просто пошире или поуже наш этот вот квадратик или прямоугольник. Сделайте 2, будет квадратик. Сделайте 4, будет совсем удлиненное полотно. И провязывайте столько рядов, сколько выдержит ваша машинка. Моя машина выдержит очень много, но я провяжу 6 рядов, больше не буду. Если у вас машина с нитеводом, включайте рычаги частичного вязания. Эта машина выдерживает до 12 накидов. Очень хорошо она с этим справляется. Только скинула последнюю петельку. Сейчас я ее надену. Идеально вяжет накиды. Ванги получаются просто отличные. Но это на моей вот этой конкретной машинке. Даже подобная же машина Нева 2, только другие, менее воспитанные, вяжут гораздо хуже. Так, и 2 ряда серый. Вот она тут. Повторяем. Проверьте. Если у вас машина с нитеводом, ставьте все иглы в переднее положение. Все. Отключайте рычаги частичного вязания. Пускай машина сама забирает иглы в рабочее положение. Тогда она четко все заберет. Если у вас машина, как у меня, с ручной прокладкой, внимательно следите за всеми язычками. Раз. Два. Серая нитка больше не нужна, чтобы не путалась. И вот, можно даже связать ее здесь. 8 рядов кулиркой зеленой. Так, зеленая нитка больше не нужна. Если я буду закрывать, то я зеленой ниткой закрываю 12 петель и начинаю вывязывание другим цветом. Но закрывать я не буду. Я буду делать открытые петли. Поэтому ставлю в переднее положение все иглы, кроме 12. Потому что вот по схеме у меня 5 сантиметров. Это 12 петель мы с вами уже определили. Значит, вот эти 12 петелек я должна снять на вспомогательную нитку. Точно так же через катушку. Потому что мне нужны хорошие открытые петельки. Которые я буду надевать на иглы и соединять. И любой вспомогательный. Ну, пусть это серенькая, вспомогательный и будет. Нескорядов. Можно закрыть. Можно, если вы будете быстро заниматься отделкой, то есть у вас петли не успеют распуститься, можно оставлять открытыми петли. Помогательная нитка. Как нравится. Нескорядочков. Ну, я вот предпочитаю закрывать. Когда я знаю, что у меня очень много тут будет всего в этой подушке, то есть у меня сплостные открытые петли со всех сторон будут, я предпочту их закрыть. Потому что иначе они могут распуститься. И мне придется еще и поднимать петельки. И в общем, история будет та еще. К тому же подушку желательно подпарить перед тем, как зашивать. Поэтому я быстренько закрою и забуду об этих петлях уже до сшивания. Чтобы не заниматься подъемом и не волноваться, что мне помогательной нитки может не хватить. Так, все. С первым ярусом закончили. Теперь моя задача набрать 12 петель. Как я это делаю? Той же вспомогательной ниткой. 12 петель с другой стороны. Набираю. Любым удобным способом. Вам можно, у кого машинка с нитеводом, точно так же набираете. Провязываете несколько рядочков. Один ряд катушкой. Все то же самое. Много не надо. Вам для того, чтобы грузики подцепить. Один ряд катушечной ниткой. И все. У нас те же. Это можно уже убрать. 40 петель. Готовые для провязывания второго прямоугольника. Со сдвижкой на 12 петель в сторону. Вот таким вот образом мы с вами вяжем наше полотно. Беру следующее полотно. Вот красное с белым. И так. Зеленый мне больше не нужен. Его надо отрезать. А то он болтается. Беру красное с белым. И провязываю 8 рядов кулиркой. Завязала. Узелок. Чтобы потом этим не заниматься. Поправила все вспомогательные нитки. Чтобы они не мешали. И то же самое делаю. Как с первым прямоугольником. 4, 5, 6, 7, 8. Два ряда белый. Потом беру линейку. Оптом выдвигаю иголочки. Провязываю 6 рядов красный. Все то же самое. После того, как провяжу 6 рядов красный. Вывяжу фанк. Провязываю 2 ряда белый. 8 кулиркой. И вот таким же образом закрываю 12 петель с одной стороны. На вспомогательную. Открываю с другой. Моя задача таким образом провязать 5 раз. Один я сделала. Второй сейчас вяжу. И еще 3. И после того, как я закончу последний прямоугольник. Снимаю его полностью на вспомогательную нитку. После этого я могу спокойно нашу заготовку отпарить. И будем заниматься сборкой подушки. Вот то, что у нас связалось. Вот такая заготовка подушки. Сейчас моя задача определить, с чем я буду сшивать. Потому что мне надо сшить край зеленый с краем желтый. Горизонтально трикотажным швом иглы. Вот у меня игла с широким ушком. И сшиваем. Но сшиваю я не полностью край с краем. А частями. Потому что у меня идут ступеньки. Я должна сохранить эти ступеньки. Беру 2 булавки. Такие, которые хорошо видны. С шариками. И смотрю. У меня должна остаться часть ступеньки с этой стороны. Потому что уголок должен быть сохранен. Значит, пришивать буду до... Ну, примерно. До вот этого края. И здесь ступенька у меня должна пойти с другой стороны. Здесь у меня ступеньки. Значит, я должна сохранить ступеньку с этой стороны. Значит, сшиваю вот эту часть вот с этой. Так. Переворачиваю. Потому что лицом к лицу. И смотрю, что у меня получается. Так. Вот так вот это пойдет. Сшивание. Здесь у меня сохраняются ступеньки. И здесь у меня сохраняются ступеньки. Так. Поскольку... Ой. Ну что. Здесь у меня и зеленая ниточка осталась. Желтая не сойдет. Потому что она с краю. А мне нужна середина. Значит, что я сейчас делаю. Сейчас вставляю зеленую ниточку. Вот, которая у меня осталась. Вытягиваю ее. Вдеваю в нитку. Ой. В иглу, простите. Конечно. Вот при помощи катушки. Катушечную нитку в ушко иголки. Делаю широкую петельку. В эту петельку вставляю толстую шерстяную нитку. Что сделать очень просто. И вытягиваю. У меня получается вставленная нитка. Так. Пока оставили. И раз я не посчитала четко количество петель. Не отметила. Значит, делаю то сейчас. Делаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Значит, вот начиная с этой петли я зашиваю полотно. И вот выхожу так, как должно быть. Так. Раз у меня зеленая нитка с той стороны. Значит, зашивать начинаю с желтой. Вставляю отмеченную петельку вверх иглу и выхожу из соседней желтой. Катушечная нитка дает прекрасное разделение петель. Вспомогательные нитки не убираю, потому что они не мешают. Только благодаря тому, что я использовала катушку. И то же самое делаю здесь. Раз. Вставляю. Крайне учтите, что с одной стороны у вас на одну петлю меньше, поэтому этот межузелковый краешек, он тоже является петлей. Для того, чтобы выровнять количество петель. Раз, два. В той петлю, из которой выходили, вхожу, выхожу из соседней и так далее. Подтянули петельку до уровня провязанного машинкой, чтобы одинаково выглядели. И поехали сшивать. На самом деле это делается очень быстро. Помогательные нитки я никуда не убираю. Я их уберу потом все вместе. И вот таким вот образом быстро-быстро сшиваю мое вязание. У меня абсолютно отсутствие шва. Можно было, конечно, зеленую часть сделать на одну, на один ряд меньше. За счет этого он оказался бы выровненным. Но не сделали и ладно. В подушке это не так важно, тем более я не задумывалась до этого вопросом, с какой стороны буду сшивать. Поэтому один ряд нам погоды сейчас не сделает и не будем об этом сильно думать. Зашиваю до конца. Вот получается такое сшивание. Вспомогательная нитка болтается сзади, она не мешает. А с лица абсолютно ровное полотно. Если я сейчас начну выдирать эту нитку и сшивать, у меня придется ловить петли, думать о них. А так у меня ничего не убегает. Главное вспомогательную нитку затянуть вниз. Вот она, видите, внизу находится и совершенно-совершенно мне не мешает. Старайтесь ее не пришивать, но пришьете, значит придется просто отрывать потом, когда будем снимать вспомогательную нитку. Это тоже не страшно. Вот таким вот способом пришиваем до конца, вот до того, чтобы сделать ступеньку. И будем собирать уголочки на машинке. Вот сшитый шов. Абсолютно ровный, никакого следа. Естественно, он слегка с перетяжкой, потому что там вспомогательная нитка, которую мы уберем потом, когда соединим уголки. Вот такая вот заготовочка. Все уголки на месте, видите, с одной стороны, с другой, прямое абсолютно полотно. Сейчас наша задача собрать уголки. Учитывая, что каждый вот этот раздел у нас составляет 12 петель, на 12 петлях я и буду сделать сборку. Беру машинку, 12 петель и выворачиваю, естественно, мою подушку на изнанку. И лицом к лицу буду собирать. То есть я беру на машинку, надеваю 12 петель открытых. Сверху на эти 12 игл надеваю плавненько протяжки, протяжки, петельный столбик, как хотите. И закрываю удобным способом. Таким образом соединяю все парные уголочки. Сейчас будем соединять. Сначала я надела вот эту зеленую часть с большой вспомогательной нитки. Видите, серо-спомогательная. 12 игл. 12, потому что 5 сантиметров по нашему расчету. Чтобы не мешало соединять, я сейчас уберу вспомогательную ниточку. Только не до конца, чтобы вот эту часть... Ну, в принципе, зеленую можно убрать и совсем. Она уже надета и она уже не нужна. Я ее сохраняла только ради вот этих петель. Так. Сняли. Здесь привязалась. И теперь надеваем желтый край. Плавненько. Вот эта петля крайней у меня пойдет на сшивание следующего ряда. Поэтому беру следующую протяжку. Вот здесь. За самый-за самый краешек, чтобы не было дырки. И постарайтесь очень равномерно надеть на иглы наше вязание. Потому что от равномерности зависит отсутствие перетяжек. Плавненько надели. Кому не хватает протяжки за узелки. За протяжку, за петельный столбик, как хотите. Так, надели. И зашиваю. Тут у меня нитка осталась ниткой. И зашью вообще любой другой ниткой. Потому что... Как удобно. В общем-то, как удобно. В данном случае. Так. Убираю все вспомогательные нитки. Я их просто сниму потом. Так. И закрываю. Закрываю удобным способом. Я закрою косичкой. Основной ниткой. Нитки есть не везде по краям. Значит, берете любую другую. И просто соединяете. И изнутри. Можно снаружи. Но для этого шоу должен быть очень красивым. Если вы хотите соединять снаружи. Закрываю обычной косой. Старайтесь не перетягивать край. Так. Смотрим, что получается. С лицевой стороны. Абсолютно ровно, чисто. Все очень хорошо. Вот так. Видите, я соединила части. Вот эта часть пойдет со следующим уголком. С соседним. То есть, смотрите. Я соединяю все соседние уголки. Вот. Желтый с зеленым. Так. Да. Желтый с зеленым соединила. Красный с зеленым. Потом голубой с красным. Потом фиолетовый с синим. И желтый с фиолетовым. Вот так вот я соединяю постепенно все уголки. То есть, с этой стороны я просто все уголки друг с другом вот так вот. Вот. Соединю попарно. Вот как они рядышком находятся. Вот так вот и соединяю по такому принципу. 12 игл. На 12 игл надеваю открытые петли. Потом протяжки. Так удобнее. Открытые петли. Потом протяжки. Вот открытые петли надела. Могу убрать вспомогательную нитку, чтобы она не мешалась. И протяжки закрываю. Либо ниткой, если она тут есть. Либо беру вот этот же цвет и закрываю. Закрываю. Таким образом закрываю с одной стороны. И точно так же делаю с другой, оставив только одно отверстие. То есть, одно отверстие технологическое я оставляю для того, чтобы вывернуть и набить через него мою подушку. Потому что у меня не плоская тряпочка, а все-таки объемная подушка. Чего-нибудь набить внутрь надо. Итак, закрываю все уголки, кроме одного. И убираю все вспомогательные нитки. После того, как сшили, вот что получается. Вот все эти наши швы с одной стороны. Вот они. Вот с другой. И один недошитый технологическое отверстие. Вот через это технологическое отверстие все аккуратненько выворачиваем. И смотрите, что у нас получается. Идеальный шов. Практически вот так вот будет выглядеть наша подушка. С одной стороны. И вот так же она будет выглядеть с другой. После того, как мы немножко ее набьем. Ее надо набить хлофайбером. Остатками ниток вот этими же можно. Старые какая-то пряжи, куски чего-то. Там можно, на самом деле, уплотнитель даже положить по форме. То есть вырезать по кругу какую-то растяжку. И положить внутрь, чтобы она совсем была, как блинчик такой. То есть все, что угодно. Внутрь любые. Любой уплотнитель, любую набивку. Можно сделать потолще, можно потоньше. Наша задача будет, после того, как набьем, зашить технологическое отверстие иголкой, горизонтальным трикотажным швом тем же. Прошить. Простегать эту подушку, чтобы она вот так вот относительно друг друга не ходила. И, собственно, вот так она и будет у нас выглядеть. Поэтому сейчас набиваем ее, берем иголку, зашиваем за открытые петли и за протяжки другой стороны. То есть мы сшиваем так, чтобы не было видно шва. И немножко простегаем по краешкам тоже скрытым швом. Можно даже просто катушечной ниткой, чтобы тихонечко вот так вот пришить эти вот швы. Шов со швом соединить, чтобы вот так вот оно напротив друг друга находилось. И, собственно, после этого подушка будет готова. После набивания беру нитку и зашиваю. Но здесь уже придется потихонечку шов распускать вспомогательный. Вот я потихоньку убираю ниточки, видите. Беру за протяжку с этой стороны и за две петли с другой. За протяжку с этой стороны и за две петли. Петельку одну ввожу в нее и выхожу из соседней. Распускаю немножко вспомогательнее, потому что она иначе зашьется внутрь и мне будет ее не вытащить. С одной стороны мы берем за открытые петли, а с другой просто поддеваем за петельный столбик. Вот. И подтягиваем ниточку. У нас получается очень ровное соединение. То есть за петельный столбик. Вот. С одной стороны. И за две петельки другой. И вот таким способом сшиваем последний шов. Видите, получается очень ровно, ничем не отличимо от остальных. До конца дошиваете. И просто делаем простежку по центру. Совмещаем центр. Вот наша подушка. Вот она. Со всех сторон вот такая вот красивая. Меру плоская. Можно было потолще сделать, можно потоньше. Это уже зависит от количества набивки. Никаких швов. Она со всех сторон одинаковая. Можно простегать ее вот так вот аккуратненько иголкой с одной стороны. И совмещаем со швом с другой стороны. Шов в шов вот так вот, чтобы шло. Простегиваем стежку. Тогда она вообще закрепится и будет просто монолитная подушка такая. Не, никогда никуда не сдвинется. Вот наша воображаемая табуретка. И вот то, что у нас получилось. Абсолютно по размеру. Абсолютно то, что мы хотели связать. Идеально закрыта табуретка. Либо эта подушка диванная. Но тогда надо ее набить немножко потолще. Она будет покруглее, такая помассивнее. И простегивать с пуговицами. То есть вставляем пуговку и пришиваем. Получится просто очарование. Вот такая вот совершенно чудная подушка без единого шва внешнего у нас получилась. Если вам понравилось и вы хотите вязать не только прямые подушки, приходите ко мне в мастер-группу обучаться машинному вязанию. Мы занимаемся обучением на абсолютно любой вязальной машинке. Жду вас. До встречи на сайте Изба Вязальня. Ваша Наталья Некрасова. До встречи на сайте Изба Вязальня.